так значит бич из сша отправил 30 рублей с текстом маклауд короткие видосы еще у нас по идее не полагается на запись до 100 рублей делать но я пожалуй гляну их в один ролик ну соответственно лайк подписка комментарии и так далее блять у него звук еще какой что-то немножко пожадничал до разные в разных ушах сейчас я исправлю у нас сломалась стиралка вот хотели сдать ее так бесплатно чтоб вынесли я говорю нахер я разберу ну короче разобрал это конечно и облетающая была ну почти разобрал да вот там мотор еще не снял это стенки отделил и не пойму ему могли бы чинить бесплатно стиралку но он решил ее сам разобрать и сломал что ли не будет вот вторая нахуй все как можно немножко подзаработать до металл конечно так себе сказали рублей 400 500 там потянет ну и в довесок вот это куда-то культу по и боту еще тоже и нормально в принципе рублей на 500 думаю потянет вот как то так короче ставьте ты мончики вверх подписывайтесь на канал очень все такое чехол блять вообще пиздец какой-то ладно и какие-то обои результат работы россиянцев ну что ж я снова всех приветствую в общем что хочу показать вот на какие-то обои тут да на самом деле обои обои ну вот вроде как бы чистые да принципе ну чистый но немножко здесь кривовато да уже ну сами по себе не чистый достаточно но пока мисс с этой стороны опять же если прожил где-нибудь в африке и скорее всего у меня не было бы даже таких обоев на в принципе нихуя не было бы вообще там не компьютера не гитару может быть даже жопу потереть было бы нечем вот мы по кремле вот какие-то бои в чем на самом деле проблема вот если посмотреть на эту стенку да вот уже показал засветил ее вот что это за хуйня такая да мы сей понятно понятное дело этого не видит но он видит не может потому что это на стенке перед компом вот в чем проблема текла крыша текла крыша которую пробили у меня вот так как у меня последний этаж там чистили снег на зимой и пробили лопатами но россиянцы или кто там чистил много сеанса чистили понятное дело как раз непонятно я думаю узбекист в основном че крышу ну парадокс то в том что говорят мне там чему-то учиться надо но эти люди захуяли на крышу пробили лопатами и получили деньги получили какую-то зарплату за вот такое за такой результат еще один подобный ну тут небольшой правда да тут меньше то же самое то же самое чистили крышу за хуярили все то есть хуярили хуярили потом потекло ну там слышал я что они там чё там хуярят на ну вот потом результат такой получился ну иди жалобу пиши в чем проблема мы конечно звонили там звонили еще и чё вот эти работнички получили деньги получили деньги вот он россия я не получаю нихуя да потому что ты даже этого не делаешь блять деньги вот она россия я не получаю нихуя они получат а за что тебе получать ты же блять не работает за такое ну не пиздец ли? По-моему, пиздец. Ну, а так обои, как обои, я не знаю, блядь. Блядь, живет человек в бомжатнике в сраном, блядь, и еще жалуется на то, что у него там что-то, блядь, подтекло, видите ли. Опять же, в Африке у меня бы и такого не было. И такого бы у меня ни хера не было. Как-то так. Вот. Чего он хотел сказать вообще этим, я не понимаю. Бля, надо... То есть, короче, он разъебал стиралку, сам же, за каким-то хером. То есть, он сам, получается, сломал ее. Хотя, я не понял, в чем прикол вообще до конца. Могли новую, что ли, дать? Бесплатно? Почему? Могли отнести на ремонт. Взял, сам разъебал. Какие-то там банки идет, что-то сдавать, какой-то хуйней заниматься. И теперь, типа... Ой, блядь, ладно. Ладно. Отдельным видео сейчас кое-какой вопрос задам. В общем, отдельным. Сделай выпуск, как играть смело.